Здравствуйте! Я представляю на конкурс чтецов отрывков из произведений писателей, связанных с Донским краем, Виталия Закрукина по мотивам рассказа «Подсобных». Читаю я, Валентина Мирникова. Доника, думал он об отце, кому это все было нужно? Я ж дурак верил тебе, а ну видишь, чего сталось? Говорили, не выйди, ты не вышла. В то же время, думая так об отце, Донька все больше проникался щемящей жалостью и любовью к нему, к его неумирающей надежде, к его подсолнуху. И вдруг какая-то новая, внезапная, светлая и грозная вера в то, что вызванное отцом чудо явится всем, что подсолнух будет жить наперекор всему, озарила беспутную Донькину душу. И он почувствовал, что она, эта вера, подняла его над степью, над клубами пыли и неудержимо понесла вперед. Так говорите, гады, не выйдет? Задыхаясь, как запаленный конь, закричал он. — Брешете, подлюги, выйдет! Обратно Донька мчался на тряской арбе, нахлёстывая кнутом лошадей и приваливаясь к сидевшему рядом зоотехнику. Отца они застали возле подсолнуха. Он молча следил за тем, как Бадма перетирал сухую землю с конским навозом. — Погодите, — сказал зоотехник. — Я советовался с агрономом. Он говорит, что солонцеватую почву можно исправить гипсованием. Вот и гипсом не дал размельченного, и флакон с микроудобрением. — Попробуйте. — Говорит, может, и выживет ваш подсолнух. — Пробуй, чего хочешь, лишь бы выжил, — сказал отец. Долго возились они вокруг подсолнуха. На их зубах скрипел несомый ветром песок, глаза слезились от едкой пыли. Оправляя обложенное удобренной землей корневище подсолнуха, зоотехник неловко повернулся, подставил лицо ветру. Ветер сорвал с него пенснель. Так хряснул тонкие стекляшки об лопату, что во все стороны брызнули осколки. Бадма кинулся их подбирать. — Скажи ты, жалость какая! — Ничего, ничего, — сказал зоотехник. Он протянул отцу руку. — Прощай. Будем надеяться, что подсолнух твой выживет. Несколько дней в подсолнухе не было заметно никаких изменений. Только стали опадать с него сухие, отмершие листья. Все чабаны ближних и дальних отар справлялись о нем, подавали разные советы, дивились кремниевому упорству отца. Лишь один дядя Фока цедил сквозь зубы. Умники! На естество земли руку подняли, степь думали перехитрить. Я вот глядел давеча на ихний подсолнух и закуржавел весь. Не пройдет и недели, как он пропадет, иначе не могет быть. Но подсолнух стоял. Сбросив в себя половину листьев, он окреп. На его корзинке не было видно ни одного вялого лепестка. Теперь тугая корзинка не клонилась к земле, как голова больного, а была приподнята так, словно после тяжелого сна оглядывала серую степь. Хотя новые овечьи тропы пролегли довольно далеко от того места, где рос подсолнух. Отец навещал его, подолгу сидел рядом. Иногда к трем западинам приходили донька и уля. Их все больше сближали заботы о подсолнухе, желание помочь отцу, то сложное и радостное раскрытие душ, которое влечет людей друг к другу, соединяя их любовью или дружбой. «А знаешь, ты, кажется, хороший человек», сказал уля доньки. «Не хочется, чтобы ты был хорошим человеком». Начались пасмурные осенние дни. Степь потемнела, притихла, захоронились, уснули в норах мыши, ушли в трудное кочевье стада сайгаков. Только подсолнух так же одиноко и горделиво красовался в степи. Одеревенел его стебель. Ломкими стали последние уцелевшие листья. Давно осыпались лепестки на корзинке, но он стоял крепко, точно железный.